Итак, всем привет на канале Актомон оф Лайф. Начинаю свой очередной влог. Он начинается, как обычно, очень рано, так как сегодня, опять же, школа. Последняя неделя школы. Последняя неделя, что я сказал? Последний день школы. Видно, что я не высыпаю, шею себя немножко, потому что я готовился к контрольным работам, которые у нас сегодня будут две штуки. И сейчас уже ухожу из дома. Так что влог и день мы с вами начинаем. Что я хотел сказать. У нас пошел довольно-таки сильный снег, пока я иду. То есть вышел из дома, было все нормально. Пройдя, наверное, половину пути, у нас пошел очень и очень сильный и хороший снежок. Вот видно за мной, да, что снежок там падает. Классно, погода теплая, но я все надел капюшом, потому что как-то меня подмораживает. То есть это не очень хорошие признаки, но все же, все. Сейчас я уже почти дохожу до вокзала, на поезд и в Ваймарк. Итак, я сейчас приехал уже на остановку рядом со школой. Мне осталось пройти буквально 200 метров. И хочу сказать, что почему, может быть, вы заметите, что я иду один, практически никого рядом нет, потому что я всегда выхожу, где мне лучше. То есть не там, где все выходят, а все выходят на другой остановке. Почему? Опять же, потому что та остановка находится выше, и им потом просто-напросто будет надо скатиться с горки, а я поднимаюсь на горку. Мне это нормально, меня это устраивает. Я так делаю. Никогда не иду за толпой. Дальше хотел сказать по поводу автобусного сообщения. Здесь довольно-то хорошее в Ваймаре, но это сообщение, куда едут ученики, в основном всегда раза два-три в неделю контролируется. Заходит контролер и проверяет билеты. Так как мы ученики, у нас должен быть Шуль-Аус-Вайс, либо какой-то другой документ, подтверждающий то, что мы являемся учениками. И сейчас поймали, да, можно сказать так, поймали одну девушку, которая была с билетом, но была без доказательств того, что она ученица. И теперь ей придется оплатить штраф, потому что это тоже штраф, если ты не показываешь никаких доказательств. Все, я вам в пользу. Вернулся. Сейчас время у нас 13.01 минуты, но я уже здесь, потому что сегодня наш бус-фар, водитель автобуса, был побыстрее немножко, и прямо в последнюю минуту я успел запрыгнуть на свой поезд, который едет в 12.52. То есть мне пришлось там бежать-бежать, но я все-таки успел запрыгнуть, и сейчас уже здесь дома в Мапольда. Сейчас по накатанной дорожке я, как всегда, заеду в магазин, а уже потом домой. И не знаю, что будет делать, но посмотрим. Мне нужно еще видео-влог вчерашний монтировать. Вчера, если честно, некогда было, готовился к контрольным работам, которые у нас сегодня здесь были. В принципе, написал нормально, я думаю, что пойдет. Вот, и некогда было монтировать. Сейчас этим буду заниматься. Итак, время сейчас 19.35. Я потихоньку собираюсь в фитнес-центр. До этого что было? Я пришел домой, и где-то, наверное, с часов пяти, и до начала восьмого я поспал. То есть я был уставший за эту неделю, так как рано вставал. Было недосыпание, хроническое недосыпание недельное. Поэтому я решил поспать где-то с пяти, сена часов до 19.15. Я поспал. Видно еще, что лицо заспанное. Я только, прям только-только недавно встал. Я будильник специально поставил для того, чтобы встать и пойти в фитнес-центр. Так как я мог уснуть в ночь, и встать где-нибудь в 3-4 часа ночи, и потом не спать. Так что все. Собираюсь и иду заниматься. Сейчас прохожу в Бузбанхофф, автобусный автовокзал. И сейчас вспомнил одну историю. В фитнес-центр ходит один дедушка. Ему 79 лет на данный момент. В этом году исполняется 80. Но если бы все такие дедушки были, допустим, в России, откуда я приехал, тогда им было бы респект и уважуха. Этот дедушка в 2014 году, он мне рассказывал, я вам тоже рассказывал, что сильно заболел, и начал заниматься спортом. Тем самым он отличился. Бегает по 30 минут на беговой дорожке. 30 минут на беговой дорожке, дедушка, я 20 оселяю, еле-еле. Занимается дальше подтягиванием на брусьях. Один подход минимум 10 раз. Он таких подходов делает 3-4 подхода за вечер. Плюс отжимается как минимум 15-20 раз. Чистое отжимание. Еще к тому же другие делают упражнения. Так что я просто хочу сказать, что респект такому 80-летнему дедушке. Просто респект. Это действительно очень сложно. Он наравне с нами, с молодежью, занимается фитнес-центром. И еще я вижу, что там никого нет, и я буду сейчас там абсолютно один. Я спрашиваю наушники. Какие у меня наушники? Марка JBL E45BT. И сейчас хочу сказать, что дедушка, который нам говорил сегодня, рассказывал, 80-летний, пришел. Время без 15-ти. 9. Он пришел. Как минимум до 10 часов точно здесь будет. Все, я занимался. Сейчас иду домой. И, кстати, я сегодня здесь был не один. Как я сказал, дедушка пришел. Сейчас один молодой парень здесь тоже железки тягает. Ну, у него же побольше весовая категория. Он тягает штангу по 50-50 с лишним килограмм. Он еще остается, он тоже недавно пришел. А я ухожу домой. Все, время уже 10 часов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok